Полностью реконструируют 400 метров трубопровода и запустят две фильтрующие станции в Атыраусской области. Об этом сегодня на парламентских слушаниях заявил глава региона Серик Шапкенов. Дело в том, что водоочистное оборудование, обеспечивающее область живительной влагой, изношено. И если не предпринять комплекс срочных мер, то дефицит воды в регионе достигнет 40%. Централизованным водоснабжением жители региона обеспечены почти на все 100%. Но проблема в том, что оборудование, с помощью которого в дома поступает чистая живительная влага, запустили ещё в далёком 1930 году. С тех пор, как говорится, много воды утекло. Фильтры аппараты износились. По словам главы области Серика Шапкенова, их нужно срочно менять. «Сбои водоснабжения недопустимы. Кроме населения, живительная влага используется и крупными промышленными предприятиями, также крестьянскими хозяйствами. Они формируют основы экономики области. Поэтому мы планируем в ближайшее время запустить две новые фильтрующие станции. Проект уже готов». Намерены в регионе заодно увеличить пропускную способность трубопроводов в полтора раза. Их реконструкция будет проводиться в два этапа. «Объём подачи воды сейчас составляет 110 кубометров в сутки, в плане увеличить их до 170 кубометров и тем самым повысить качество водоснабжения до самых отдалённых районов. На первом этапе мы реконструируем лишь 150 километров трубопровода, более чем за 120 миллиардов тенге. На обновление оставшихся 200 километров понадобится поддержка правительства». Актуальным в регионе, по словам Акима, остаётся и вопрос очистки устья рек Жаек и Кигаш. Из года в год вода из главных источников убывает, из-за чего замедляются темпы воспроизводства рыбных запасов. Неочищенные устья тормозят и прохождение судов. Потому курс на дно углубительной работы протяжённостью в 300 километров. Эту работу специалисты намерены начать уже в этом году. Однако процесс углубления – дело не одного дня. Так называемый гидробаланс в регионе нужно поддерживать беспрерывно. А для этого, как резюмировал глава края, требуется создать коммунальное предприятие. Одина Смогулова, Информбюро Алматы.